Лето не спешит в Тверскую область. Как сообщают синоптики, вся неделя будет холодной. Ночью температура воздуха составит всего 1-6 градусов тепла. Местами, возможно, заморски. Днем воздух, конечно, прогреется, но столбик термометра покажет не больше 12-13 градусов тепла. Тот циклон, который принес нам дожди в ближайшие, вернее, в прошедшие дни, он все-таки далеко от нас не ушел. Он на востоке, западе, область повышенного давления. На разрезе столкновения двух воздушных масс мы получаем этот иловой ветер, в тыл циклона, северный ветер. Ухудшение погоды стало неожиданностью для жителей и гостей Верхневолжья. Порывистый ветер и похолодание заставили многих поменять свои планы. Ожидали яркого солнечного дня, но, к сожалению, пасмурно немножко. Да, хотели погулять вообще на теплоходе, рассчитывали. Теплохода не оказалось из-за погодных условий, как нам сказали. Холод, комфорта нет, конечно, холодно. Для дачи плохо, для посадок плохо. Я рассчитывала, что будет теплее, но вот как бы хожу сейчас и думаю, надо было все-таки шубу одевать. Поскольку, по-моему, всей Европе вместе с Россией сейчас плохая погода. Интересно просто, сколько это еще будет продолжаться. А по прогнозам синоптиков, продолжаться это будет вплоть до воскресенья. С начала следующей недели воздух начнет постепенно прогреваться. Но синоптики предупреждают, погода будет неустойчивой. Жителям, выходя на улицу, придется захватить с собой зонты. Подойдет очередной фронт и на 9 число будут дожди, есть вероятности на 11 и на 12 число. Несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха сейчас ниже нормы на 6 градусов, синоптики не считают это чем-то экстраординарным. Несколько лет назад, напоминают они, в отдельных районах области примерно в это же время выпал снег.